от пациентки коронавирус находил стационаре с 26 мая 2020 по 14 июня 2020 года кафедра лучевой диагностики консультативное заключение по представленным катетом а грамм пациентки 1962 года рождения дата исследования 13 июля 2020 года область исследования органы грудной клетки контрастное усиление не проводилось при мультиспиральной компьютерной томографии с используем реконструкции сагитальной аксиальной и фронтальных плоскостях построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки легкие расправлены в обоих легких выявлены множественные участки мало интенсивной инфильтрации легочной ткани по типу матового стекла диаметром до 15-20 миллиметров ход и проходимость трахеи главных и долевых сегментарных бронхов не нарушены среда стене не смещено не расширено образование в нем не визуализируется внутригрудные лимфатические узлы не увеличены обычной форма и структуры жидкости плевральных полостях не выявлено костных травматических и деструктивных изменений не определяется сердце аорты без особенностей диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы подмышечные лимфатические узлы не увеличены в с 8 печени выявлено обоидное супа диафрагмальное образование размером 34 на 20 на 27 миллиметров с ровным четким контуром нативной плотности минус семьдесят плюс сорок семь хаунсфилда желудок на 35 миллиметров пролоббирует грудную полость заключение кт-корсина двухсторонней полисегментарной вероятно вирусной пневмонии с увлечением в процесс не менее 45 процентов легких средней степени тяжести кт-2 образование печени более вероятно гемангиома гпот первой степени рекомендована консультация терапевта кт брюшной полости с контрастом для уточнения характера образования печени ассистент кафедры кмн котов м а комментарий врача рентгенолога в легких у вас остается достаточно выраженное поражение легочной ткани около 45 процентов но интенсивность инфильтрация небольшая что характерно для разрешающейся пневмонии тут нужно ждать окончания процесса и кт-контроль делать ранее трех месяцев смысла нет в печени у вас есть образование по всей видимости доброкачественных гемангиома для уточнения лучше сделать кт с контрастом желудок проходит грудную полость это грыжа пищеводного отверстия диафрагма может давать боли в животе в эпигастре с этим хирургу лучше обратиться в Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...